Искра жизни Пожалуй, это самое жестокое и крайне тяжёлое произведение Эриха Марии Ремарка. Боль, ужас и страдания пронизывают эту книгу. Роман «На западном фронте без перемен» принёс Ремарку всемирное признание. Автор написал его буквально на одном дыхании, всего за шесть недель. В этом романе описывали все ужасы и жестокость войны глазами 20-летнего солдата. В 1933 году пришедшие к власти нацисты решили, что представителя немецкой расы не может быть упаднического настроения. И они объявили Ремарка предателям Родины, лишили немецкого гражданства и устроили показательное сожжение его книги. Эриху пришлось эмигрировать в Швейцарию. Но в Германии остались его две сестры – Эрма и Эльфрида. Когда началась Вторая мировая война, нацисты отыгрались на его младшей сестре. В 1945 году Эльфриду Шольц задержали за якобы антигитлеровские высказывания. На суде женщины съязвили. «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». У Эльфриды была обычная на то время судьба, как и у множества других женщин вокруг. Она была портнихой, шила платье у себя на дому. И в основном для тех, кого знала лично. И вот поговаривают, что однажды в разговоре с такой вот приятельницей и его, и ее мужем, она в сердцах сказала, что считает солдат пушечным мясом, а саму войну гадостью, что она терпеть не может Гитлера, если бы могла, с удовольствием выстрелила бы ему прямо в лоб. Муж этой приятельницы незамедлительно написал донос на Эльфриду. С его слов выходило, что женщина желала всем, патриотично настроенным солдатским женам, чтобы их мужья погибли на фронте от руки врага. Эльфриду вывезли из Рездена и привезли в Берлин. И три месяца ее держали в тюрьме, а потом вынесли приговор. На суде ей не дали сказать ни слова. Ее приговорили к гильотине. Эрих Мария Ремарк узнал о смерти сестры уже после окончания войны в 1946 году. Для него было понятно и ясно, что настоящей причиной ее смерти было лишь то, что она его сестра. И эта несправедливость сильно его ранила. Он долгое время отказывался приезжать в Германию. Он был не в силах простить немцев. В романе описывается страшная жизнь отбывавших в концлагере людей. Писатель максимально точно раскрывает судьбу каждого из героев. В романе описывается еврейская девушка, которую изнасиловали фашисты. Прилепутается судьба мальчика в возрасте 11 лет, который большую часть жизни провел именно там. Одни заключенные не выдерживали пыток и переходили на сторону фашизма. Другие же держались до последнего и не потеряли своего лица. Отдельное место в романе занимает герой, который имел только номер 509. Он провел заключение больше 10 лет. И за это время практически полностью утратил волю к жизни. 509-й находится в той части лагеря, куда помещают тех, кто уже не может работать. Несмотря на это, он все еще старается сделать так, чтобы поддерживать в себе жизнь. Он является своего рода сторожилом. И самого лагеря, и той его части, откуда живым, выходят крайне редко. 509-й вместе со своими товарищами, ветеранами, помогают друг другу и держатся друг за друга. Внешне все лагеря на территории Германии в военные годы производили вполне гуманные впечатления. В основном в них умерщвляли людей газом, забивали насмерть и расстреливали или заставляли работать до изневожения, до голодной смерти. То, что в крематоре иногда сжигали из живых, объяснялось не только злым умыслом, сколько переутомлением и тем, что некоторые скелеты уже давно утратили подвижность. Такое случалось и тогда, когда массовая ликвидация помогала быстро подготовить место для новых. Даже обречение, не способных работать на голодную смерть, практиковалось миллиарднее и без особых крайностей. В малом лагере все еще было, что есть, и ветераны, такие как 509-й, даже устанавливали рекорды долгожителя. Поначалу в лагере лежали только политических заключенных. Потом с годами из провинции и переполненных тюрем города стали привозить немало уголовных преступников. Эти группы отличались друг от друга цветом ветерчатых треугольников, которые, кроме номеров, нашивались на одежду всех узников. Метерчатые уголки политических заключенных были красного цвета, уголовников – зеленого. Евреи носили еще желтый уголок, поэтому оба треугольника образовывали звезду Давида. Борьба за корку хлеба заслонила все остальное, в том числе и сознание того, что ненависть и воспоминания, в той же мере, что и боль, способны разрушить надлобленное «я». В 509-й научился замыкаться в себе, забываться и ни о чем больше не думать, кроме как просто о выживании. Искра жизни – это то, что поддерживало жизнь в людях, то, что давало им надежду на лучшее. Ведь жажда жизни – это единственное, что у них было, что у них нельзя было отнять. Как некоторым людям все-таки удалось выжить и жить дальше? Как они смогли выжить в таких нечеловеческих условиях, вопреки пыткам, голоду, болезням и не потерять в себе человека? Искра жизни – это самое верное название для такой книги. Именно эта искорка, тлеющая в истерзанном теле, позволяла людям выжить. Читать эту книгу крайне тяжело. Повествование романа заканчивается описанием уже мирной картины жизни бывших заключенных. Несмотря на чудовищные условия, люди сохранили любовь и страсть к жизни. Не потеряли чувства взаимовыручки, взаимоподдержки. Люди, мило, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, униться всех сторон. Это раздается у Кенвальдер. КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗОВАН 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 Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok